Здравствуйте! На библейский портал экзегет поступил вопрос. Великобритания призвала создать мировое правительство. Это начало апокалипсиса, но тут некоторая терминологическая путаница, прежде всего. Апокалипсис это по-русски значит откровение. Откровение, то есть некоторое пророчество о будущих временах. То есть апокалипсис начался, это когда уже было дано откровение. Откровение, но прежде всего мы подразумеваем откровение Иоанна Богослова новозаветное, но были и ветхозаветные пророческие откровения, ветхозаветный апокалипсис, тоже вспомнить хотя бы образ тех костей, которые обрастают плотью и которые тоже понимаешь, и зачастую многие люди думают, что это в Новом Завете, о неветхом это пророчество говорится. Но тем не менее, я думаю, в вопросе подразумевалось, что это начало апокалипсиса, то есть начало последних времен, о которых было откровение. Тут я тоже вас разочарую, что я не смогу точно сказать, начало это апокалипсиса или нет, потому что Господь нас в Евангелии сказал, что даже ни ангела не знает, ни сын, но только отец знает момент пришествия Христова. Тут скажете, как же? Вопрос же не о пришествии Христа, вопрос же о том, что вот последние времена антихрист захватывает власть над всем миром и так далее. Нет, если мы христиане, мы стремимся к своей цели и стремимся к Христу. Если даже на этом пути будет антихрист, который захватит власть на всей земле, будет у него мировое правительство, это нас не должно смущать. Будет такое когда-то будет? Сейчас это будет или когда-то еще? Мы не знаем. То, что это будет, это известно еще до откровения Иоанна Богослова, до вот апокалипсиса по-гречески, как это называется, собственно, с которым вот слово стало так на слуху. Еще в годы вавилонского плена ветхозаветного избранного израильского народа Господь пророк своему Даниилу, тому самому, который вот не поклонился вместе с отраками и стукану, который был брошен в ров львийный. Так вот пророк Даниил пишет, об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, который будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. Ну и так далее. Описание такое краткое, образное, дальше идет про десять врагов и так далее. Но правда будет царство, будет такая власть, которая всю землю объединит. И тоже объединит ее, как вот мы знаем уже по святоотеческому толкованию, как раз некий человек, который захватит власть на всей земле. И тоже это будет в чем-то людям и удобно, и тоже какие-то может там будут системы информационного, электронного контроля. Но для нас не это главное. Мы никогда не вырываем стихи из контекста. Потому что читаем дальше ту же самую главу седьмую пророка Даниила. 26 стих. Затем восядут судьи и отымут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной, но будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Пророк Даниил говорит, он может сам еще не очень там понимает, потому что дальше пророк Даниил даже говорит, здесь конец слова. Меня Даниила сильно смущали. Размышления мои и лицо мои изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. То есть Даниил, как ветхозаветный человек, еще не очень понимает даже о чем речь. Потому что мыслями он истолковать не может. В сердце, тем не менее, он повинуется Господу. И в отличие от пророка Даниила, мы, новозаветные люди, знаем, что Христос пришел, пришел во смирении, но скоро, не знаем в какой момент, но обязательно он придет уже в величии, на облаках, в окружении сонма ангелов, судить мир. И как мы поем в символе веры, постоянно поем в храме, читаем в молитвах домашних, его же царствию не будет конца. И вот это царство, которое объединит весь мир, в нем будет главой. Сам Христос Спаситель наш. И ради того, чтобы к этому главе, этому единому, можно сказать, мировому правительству Христа, мы помним слова Христа апостола, «восядете на двенадцати престолах», «судить двенадцать колен Израилевых», тоже, можно сказать, такое правительство святых людей, конечно, Господу помощи не нужна, но он, наоборот, из любви к нам ее делегирует, что она будет в руках людей святых. И ради попадания вот в то, в единое царство вечное, царство небесное, нам не нужно бояться, что даже всему человеческому роду, всей церкви придется пройти через страшные времена Антихриста.